Начинается программа «Особое мнение». Добрый день еще раз. Меня зовут Владимир Сметалин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Владимир, добрый день. Все слушатели «Эхо-Москва». Да, на сайте «Эхо-Кирова.ру», напоминаю, есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, если вы не успели что-то услышать в нашем эфире, то, пожалуйста, ближе к вечеру программы выкладываются на сайте. Можно посмотреть, послушать, рассудить, оставить комментарий. И, кроме того, есть на сайте форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю «Особого мнения». Есть вопрос для вас от Александра, видимо, от нашего постоянного слушателя и пользователя сайта. Вопрос такой обширный достаточно. Добрый день, Викторий Михайлович. Какое будущее, на ваш взгляд, у Вятского парламентаризма? Вот я сейчас несколько минут назад вам задавал этот вопрос, да, озвучил, предупреждал. Имеется, видимо, в виду вообще система вся в целом, да, как выборы. Кого выбираем? Будут ли потом депутаты работать и принимать действительно законы интересов общества? Наверное, так, да? Ну, я думаю, что вообще, насколько, мне кажется, вопрос задан, насколько вообще сегодня вот эта структура, там, законодательная власть, она вообще рабочая, она полезна для населения. И вообще, что там от нее ждать? То в сегодняшнем формате, как все происходит, и как проходят выборы, и кто формирует этих депутатов, и как они проходят, и как они потом себя ведут в тех органах законодательной власти, которые они представляют, в моем понимании она очень нерадостна. Вот, коротко для Александра. Ну, давайте вспомним события последнего времени, да, о которых мы сейчас перед программой говорили. Ну, конечно, это все идет к тому, что, в общем-то, сегодня, там, и так сегодня ЗАГС-собрание, к примеру, там, да, и городскую думу называют, там, департаментом правительства области или, там, чего-то, там, да, то в данном случае это вообще просто будет какой-то такой совершенно подручный орган, который, в общем-то, выполняет свои функции, а основная функция его совсем соглашаться и, в общем-то, все принимать. То на фоне этой волны, конечно, мы сегодня четко понимаем, что там даже 28 человек ворума, то, что было сделано, это еще один шаг к тому, чтобы совершенно уронить уровень ЗАГС-собрания, там, в лице, во-первых, тех депутатов, которые не хотят падать лицом в грязь, да, ну, и, конечно, фактически отнимает все любые способы как-то влиять на экономический и политический процесс в Кировской области и как-то быть, как правильно сказать, именно выполнять те функции, которые, в общем-то, избиратель ждет от своих депутатов. Ну, как известно, у нас на выборах многих уровней явка оставляет желать лучшего. Вот текущая ситуация, то, что происходит, не отобьем ли мы желание вообще у людей голосовать? Да, у нас в следующем году будут большие выборные процессы, на самом деле, это будет в 16-м году, в сентябре, выборы в Госдуму и будет в ЗАГС-собрание. Я думаю, что мы и так уже у людей отбили все желание голосовать и последние выборные кампании, которые были даже по навязку, где явка там была 7-8%, да, и до этого все те мероприятия, которые были и по выборам губернатора Кировской области, и вообще последние все выборные кампании показывают, что население не верит в выборность, они, люди не ходят на выборы. И, в общем-то, рано или поздно, не кажется, мы придем к тому, что надо их просто отменить, потому что все равно на них никто не ходит и не надо тратить деньги в пустую. Отменить выборы? Ну, я считаю, в демократическом настроении, в кавычках это можем показать, то в данном случае не надо никого уже обманывать, никаких выборов нет и никакой демократии нет, то просто взять и волевым решением принять, что, в общем-то, как и было в советское время, что это все можно сделать гораздо проще и не создавать видимость какой-то там выборной кампании. Ну, может быть... Уже люди проголосовали тем, что, в общем-то, они не верят в выборность и не верят в тех депутатах, которых они выбирают или не выбирают, или которых они выбирают, а потом они приходят туда и совершенно себя ведут по-другому после того, как они говорили на выборных кампаниях то, что они хотели сделать для населения. Ну, давайте уж мы тогда на самом высшем уровне задекларируем, что у нас не Российская Федерация, а Российская Монархия. Ну, как хотите это назовите, а от этого там явка населения на выборы не увеличится. Мы сегодня... А денег мы тратим уже много на это. Мы сегодня собираемся затронуть много очень вопросов, связанных именно с городом, с нашим. Как известно... Городская среда, это очень важно. Да, да. Как известно, как сообщалось ранее, на этой неделе, 18 июня в 19.00 в парке Победы состоится народный сход. За сохранение парков города приглашаются все неравнодушные. Ну, это связано с последними событиями, естественно, которые происходят вокруг Парка Победы. Нет, я думаю, что это вообще происходит последние пять лет с событиями нашими парками и скверами. Просто Парк Победы, это как ближайшая такая проблема и боль, которую мы только что все увидели и услышали. А, в общем-то, это пятилетняя политика городской администрации по отношению к скверам и паркам. Напомните, что было отправной точкой? Слушайте, у нас сколько было... Все начало с саллых парусов, по-моему. Значит, вот мы сейчас видим, кому нравятся такие большие каменные джунгли в центре города, где изначально был прекрасный яблочный сад, мы уже говорили, и можно было бы отреставрировать кинотеатр Алая Паруса, и там был бы тоже кинотеатр, в котором могли ходить и вместо отдыха кировчан. Но у нас политика сегодня у городской власти и у главы города совершенно другая. Они сегодня идут там по системе выжженной травы, они все выжигают вокруг себя, то, что можно. И в данном случае я очень благодарен тем активистам, молодым ребятам, которые организовывают вот этот даже не митинг, а сход жителей города Кирова. Ну, георгический митинг, ну, как хотите, но они назвали его народный сход. И это, в первую очередь, связано на самом деле с тем, что до какой времени мы должны будем молчать, наши жители города Кирова, то, что происходит. Если при всем при этом разговаривать с очень многими кировчанами, все прекрасно понимают, что то, что происходит, это ненормальное явление. И, в общем-то, здесь такая попытка все-таки людей кировчан организовать, дать понять, что это наш город, а не их город, это наш город с вами. И жить нам тут в этом городе и нашим внукам и детям. И то, что мы сегодня у нас вырезают легкие в нашем городе, мы все это видим и замечаем, потому что уже не раз обсуждали эту тему, и экологи говорят, что у нас там при норме 21 квадратный метр на человека там зеленых насаждений, у нас в городе кое-как набегает 6 за речным парком. Если мы уберем за речный парк, то это 4. То это мы о чем говорим? О том, что сегодня у нас и так больных детей все больше и больше. У нас большой рост фактически связан с онкоболезнями. Это уже все зафиксировали, особенно раком молочной железы у женщин. Потом у нас очень активно сейчас распространяются различные астмы, аллергии. Но это как раз причина всего в основном экологии. Та экология, которая присутствует в нашем городе, и отсутствие зеленых парков и наслаждений скверт, я считаю, что это ощущение такое, что к нам в город зашли варвары, которые просто все уничтожают. Вы знаете, как варвары зашли в Римскую империю в свое время, ее фактически разрушили. То в принципе у нас то же самое происходит. Я считаю, что тот лозунг, который ребята взяли, что это основное этого митинга, парки лучше, чем быков, я считаю, что это на самом деле очень подходит. И те, ихние ролики и раздаточные материалы, где написано, папа, мама, где вы были, когда они вырубали наши парки, это говорит о том, что, в общем-то, надо сегодня нам всем встать и пойти и сказать, что в данном случае мы хотим, чтобы наш город оставался зеленым и красивым, насколько это можно. Пойти и сказать именно туда, 18-го числа, или какой-то формат протеста? Смотрите, во-первых, надо однозначно прийти туда, потому что в городскую администрацию никого не приглашают. В принципе, то, что сегодня организовывают активисты, должна была сделать три года назад администрация города Кирова, выйти в этот парк, собрать жителей того микрорайона и спросить, что вы хотите иметь, парк или вы хотите иметь там жилую застройку. И тогда можно было бы об этом говорить, о том, что это, в общем-то, дана возможность населению выбирать самим и принимать решения. Но когда все так делается втихую, и под лозунгами спортивных сооружений на самом деле вырастут вообще буквально, мы сегодня посчитали, около 6-7, на трех участках, там три участка, 15-й, 19-й и 20-й, по-моему, вырастут 6-7 16-этажных домов в той части, которую Владимир Васильевич Быков называют, что там заброшенный пустырь, да, хотя я не понимаю, как это может быть парк с заброшенным пустырем, потому что у нас буквально 40 лет назад, когда строили этот парк, 30-летие Победы, значит, там вся территория парка была 9 гектар, и она как раз и делалась как единый парк. То, что сегодня мы должны все-таки уже подняться с диванов и перестать быть патриотами диванными, да, а прийти и спасти свой город, свои парки, ради того, чтобы наши дети все-таки в них гуляли, отдыхали, и мы имели не ту экологию, которая сегодня у нас происходит. А что, на ваш взгляд, нужно сделать конкретному человеку, не знаю, поставить подпись? Ну, насколько я знаю, там сбор подписей идет, конечно, главное прийти, потому что когда мы говорим о том, что, в общем-то, когда приходит на такие вещи, там 100-150 человек, наша власть там в лице главы города кричит, что это 100-150 человек, это смутьяны, это политический заказ, они расшатывают там лодку, не надо расшатывать, ну, знаете, всю эту патриотическую направленность. Когда, конечно, выходят там тысячи, да, то, конечно, реакция будет совершенно другой. То мы сегодня говорим о том, что если мы хотим это все сохранить, и мы хотим и считаем, что это правильно то, что мы делаем, а то, что делаем, мы сохраняем свой город, а не их город, да, потому что они все в основном приезжие, и потом все скоро быстро разъедутся, то мы должны просто прийти и ногами проголосовать за то, что мы хотим, чтобы этот парк остался парком. И точно так же, как и другие все парки и скверы города Кирова. Ну, как же там еще готовится петиция президенту собирается? Там большая петиция готовится, и уже сбор подписей очень активно идет. Насколько я знаю, там ребята уже собрали 5000 только в том микрорайоне, да, и вообще, как бы, я считаю, что пришло время, наверное, все-таки кировщанам быть более активными и защищать то, что им принадлежит. Потому что в обратном случае еще год-два, и ничего не произойдет. Я просто всегда рассказываю одну историю, которую я прочитал по истории. Ведь в 1917 году, когда большевики два раза давали информацию о том, что расстреляна царская семья, они смотрели на реакцию людей. Первый раз они дали в газетах тишина, второй раз дали тишина. Они увидели реакцию, что, в общем-то, все тихо. Ну, и с третьего раза они не давали информации, они просто взяли и расстреливали. У нас похожая ситуация происходит. У нас один сквер закрыли, там все молчат, ну, какая-то часть там. Второй сквер захватили, там вырубили, значит, тоже все молчат. И они сейчас на это очень активно работают, понимая, что, в общем-то, никакой ответной реакции не будет. Если нам, еще раз хочу сказать, что вам не безразлично, где мы живем и как мы живем, пожалуйста, приходите в 18-19 часов в Парк Победы для того, чтобы сказать, нужен нам парк или он не нужен. Если большинство решит, что он не нужен, его надо застраивать, ну, значит, это уже будет другой вопрос. Ну, по всей видимости, решение все-таки будет в пользу сохранения. Я надеюсь, но еще раз хочу сказать, чтобы мы смогли влиять на принятие решений тех людей, которых мы наняли и платим им довольно-таки большие зарплаты, а они делают, что попало, да, значит, нам нужны тысячи. Потому что 100 человек они уже не боятся, и 150 не боятся. То в данном случае мы говорим о том, что все будет зависеть от количества людей, которые придут. Если вы сегодня не придете, там, 18-е числа, ну, поверьте, дальше будет только хуже. Ну, вы надеетесь, считаете, что действительно вот это мероприятие, эта вся история может стать все-таки такой точкой кипения народного возмущения? Если да, то при каких условиях? Володь, я в это очень сильно верю, потому что я верю в своих земляков, кировчанах, потому что в данном случае, вы помните, как вообще делался этот парк, ради чего, для кого, во имя чего. То, поверьте, значит, я последние годы очень много там читаю различных там умных людей, в том числе я последнюю взял книжку из третьего мира в первую, это Ли Куан Ю, это премьер-министр Сингапура, да, который является самым зеленым городом вообще в мире. То вот он пишет свою историю, даже когда были очень тяжелые годы для Сингапура, 60-е, да, он ни копейки не срезал со зеленения города, потому что он понимал, что он строит город-сад будущего, да, они сократили все расходы, но только не о зеленении, это потому что он строил город для будущих поколений, потому что понятно, что сразу деревья все не вырастут. И если мы обратим внимание, то наши родители, бабушки, они то же самое делали, они строили город для нас, для будущих детей, потому что что взять парк Мемориал, что парк Победы, там деревья уже растут там 30-40 лет. И, наверное, в те годы можно было эти территории застроить, тоже жилой застройкой, но никто это не делал, потому что была стратегия развития города для будущих поколений. И эти два парка, они появились не просто так, они появились как раз для нас, для того, чтобы мы отдыхали, дышали свежим отдыхом, чтобы наши дети и внуки там гуляли. То как раз вот эта стратегия наших родителей, наших бабушек и дедушек, она последние пять лет просто уничтожается. Вот ради даже их памяти мы должны прийти и защитить то, что они высаживали в выходные дни, потому что на самом деле мне звонили очень много пожилых людей и говорили, что, Дмитрий Михайлович, что они делают, эти изверги, потому что большинство людей на самом деле в простые дни, в конце рабочего дня приходили, сажали деревья, прибирали этот парк. В выходные дни приходили целые классы старшеклассников, приходили там учителя различных школ. Вот целая была программа такая активности населения, которые на самом деле строили город будущего. Если вы посмотрите там практику, значит, историю нашего города, в 75-м году город Кира был признан самым зеленым городом Приволжского округа. Российская Федерация-то, а не Приволжский округ был, а Российская Федерация. Ну, а сегодня мы видим совершенно другую картину. Но ведь наши городские власти часто говорят о будущем, с пафосом это преподносятся, зачастую строим детские сады, зеленяем районы и так далее. У них на словах все здорово и все на самом деле хорошо. Вот и я просто для себя там взял такое исключение для того, чтобы оценить там, насколько эффективно работает и говорит у нас сегодня там администрация и глава города. Значит, при тех зарплатах, которые они задекларировали, я хочу сказать, что, ну, по крайней мере, мы должны спрашивать за то, что они делают, потому что мы платим им там совершенно достойные зарплаты для того, чтобы они хорошо работали. При этом они в большинстве случаев делают, что хотят, да, и при этом нас об этом никто не спрашивает и нас даже в известность не ставят. И у нас такая позиция сейчас сложилась вообще, что и мы с них не спрашиваем. Хотя вот я посмотрел вот тут отчет Владимира Васильевича Быкова там за подоходом, вот он получает в год почти 3 миллиона 100 тысяч рублей. И там включают... 513 тысяч, у него пенсия, да. То получается, что мы с вами платим ему ежегодично только в виде зарплаты 2,5 миллиона рублей. Это примерно 200 тысяч в месяц. При этом он пользуется там очень дорогой машиной, которая, вам говорят, очень ему нужна для того, чтобы у нас инвестиции в город шли, да. Значит, санаторным курортным лечением и командировочными и все прочее. То, в принципе, он обходится для нашего там города очень недешево, я хочу сказать, да. При этом, как бы, понятно, что на экране все на самом деле хорошо, а в жизни все немножко по-другому. Качество жизни кировчан, оно как бы определяется, в моем понимании, несколькими там критериями. Первое. Это, конечно, вода. Да? К сожалению, 25 лет мы так и не можем построить водовод. У нас так и нет чистой воды в кранах. И фактически большая часть населения, платя за техническую воду, которая бежит в трубах, они еще очень много денег тратят на покупку чистой воды. Слава богу, есть сейчас киоски, которые их продают. Но строительство, кстати, альтернативного водовода, оно только-только началось. Только-только началось, и неизвестно, когда кончится. Может быть, и кончится. На самом деле, мы 20 с лишним лет его строим. Дальше, значит, вот тут можно поставить или плюс, или минус, вы сами решаете. Значит, воздух. Ну, про воздух даже говорить нечего, да? По одной простой причине, вы знаете, что уже три недели пахнет в городе непонятно чем, и никто ничего не может определить. Мы не видим там ни главу города, уступающего с такой проблемой, мы не видим вообще никого, кто бы сказал, а что происходит и почему так воняет. А я не думаю, что так очень сложно определить в городе Кирилл, почему такой стоит страшный запах, от которого там люди, болеющие астмой, болеющие аллергией, и просто сердечники не знают, куда деваться. И никого это не волнует. Я понимаю, потому что вот по декларации у Владимира Васильевича есть живой дом 313 метров, видимо, за территорией города Кирова, за рекой там, да, в коттеджном поселочке, то, конечно, вода и воздух его меньше всего волнует. Он приехал, лег, там воздух чистый, и вода хорошая бежит. То понятно, что это вообще никого не волнует. На самом деле с воздухом есть большая проблема. Я уже сегодня говорил о том, что это очень важный фактор, на самом деле, экологии. Значит, третий пункт у нас и с вами идет, значит, доступность образования до школьных учреждений и всего прочего. Мы сегодня видим с вами основную проблему, это, конечно, с детскими садами. Это в ужаснейшем состоянии находятся и детские сады, и школы, которые и за 20 с лишним лет мы так и не привели их там в хотя бы формат 21 века. У нас в большинстве школ еще и садиков не поменены окна деревянные, но пластиковые. Значит, не говоря уж там о хороших футбольных полях и той инфраструктуре, которая требовалась для школы и детского садика 21 века, при том, что мы живем в самой богатой стране мира. И все те рассказы о том, что мы там строим новые садики и построим, но, извините, я могу там поспорить и сказать, что фактически 80% тех садиков, которые мы построили последние 2 или 3 года, они финансировались на 80% из федерального бюджета. То как раз федеральный бюджет и брал на себя основную нагрузку, чтобы дать муниципалитетам, у которых сегодня есть проблемы с деньгами, возможность привести в порядок оставшиеся 200 садиков, которые сегодня находятся в таком ветхом состоянии, по-русски говоря. То есть на ваш взгляд хвалиться федеральными деньгами? Ну, может быть, слушайте, лозунг «врать до последнего» сегодня приветствоваться в городской власти, то в данном случае они врут до последнего. И понятно, что просто люди, которые не понимают, они, конечно, может быть, кто-то и верит, хотя я думаю, что Владимир Васильевичу уже давно никто не верит. И с этой точки зрения мы говорим о том, что это дала возможность для того, чтобы те садики, которые школы у нас есть, начинать приводить в порядок то, что... потому что уже все очень старое и все очень опасное даже для детей. И там не только для детей, даже для взрослых уже все опасно. Но, к сожалению, у нас примерно каждый год 10%, а у нас примерно 200 садиков сегодня в городе, да, 10% из них постоянно приходит в состояние там ветхости, по которым мы не успеваем делать... В состоянии нужно вкладываться. Да, постоянно. То мы теряем порой 20 садиков в год примерно по ветхости, да, при этом строя два новых за счет федерального центра. То на самом деле динамика, она не очень хорошая. Про школы, я думаю, тоже все прекрасно понимают, что основную нагрузку сегодня несут как и в садике, как и в школу в основном родители. Да, там скидываемся, красим, там спонсоров привлекаем. Ну, фактически мы видим, что сегодня отсутствует фактически там какая-то глобальная помощь городского бюджета, за исключением коммуналки и зарплаты людей, которые там работают. Хотя я вам больше скажу, что в 2012 году, когда из города уходила система здравоохранения, как раз и была надежда, что так как освобождаются почти 600 миллионов рублей, эти деньги должны были уйти в 2013-2014 году, как раз до определенного создания уровня школ и детских учреждений. Точно так же, как и спортивные в городе. Точно так же, как и центры детского и юношеского творчества, которые сегодня у нас тоже находятся, посмотрите, в каком состоянии. То немножко тут, конечно, лукавство везде идет. И в данном случае еще раз хочу сказать, что мы все-таки платим такие зарплаты этим людям, то мы должны, по крайней мере, с них спрашивать и говорить, ребята, а эффективность ваша какая? То вот в третьем пункте вы тоже можете поставить, плюс или минус. Дальше, четвертый вопрос, то, что о качестве жизни в городе. Это дороги. Ну, вы сами видите, что основная часть латается только центральных дорог. Уже куда-то чуть подальше, в квартал или на окраину города, или где-то вот даже я прошелся тут по улице Свободе, прошелся по Степана Халтурина, но там не только ездить, там ходить-то уже невозможно. А ведь у нас еще очень много мам гуляет, на улицах пока тепло, и с колясками вообще нельзя передвигаться. Ну, а главное количество мест, да. Значит, трудно очень. Пятый у нас формат есть рабочие места. Ну, с рабочими местами вы тоже видите, как город развивается с точки зрения экономики. Да, к сожалению, вся молодежь у нас пытается из города уехать, потому что, в принципе, очень... Ну, и вся, ну, часть. Да, часть, да. Ну, кто может. Значит, это связано с тем, что очень сложно найти рабочие места, работу. Во-вторых, очень дорогое жилье у нас в городе. На самом деле, оно очень дорогой квадратный метод для такого города, как Тиров. Значит, и... Тут еще есть еще один процесс. Это приток в областной центр молодежи из районов. Ну, понимаете, городские уезжают в другие города, с районов приезжает. Это нормальный, естественный процесс. Да. Значит, и, конечно, шестой пункт, я бы сказал, это экология. Мы уже говорили. Это наличие в нашем городе парков, скверов, места для прогулки детей, для того, чтобы можно было прийти, с ними какие-то развлечения, какие-то места. Их тоже в городе очень мало. Их не прибавилось за 10 лет. То вот это, как бы, у нас шестой пункт, по которому тоже можно оценить, насколько мы там двигаемся вперед. И последнее, наверное, это доступная среда. Это касается инвалидов. Конечно, за этих людей особенно обидно, потому что, в принципе, в нашем городе за эти годы ничего там так и не было сделано для этих людей. Хотя, извините, во всем мире эти люди живут полноценной жизнью, передвигаются и по магазинам, и по кинотеатрам, и спортзалы ходят, и все прочее. То, в данном случае, вот если мы возьмем качество проживания в нашем городе по этим пунктам, да, то, извините, у меня получается, что картинка, за которую по телевизору нам обычно вещает, наши власти, да, у нас совершенно не совпадает. Мы реально везде проваливаемся, и у нас везде есть проблемы. И я вам хочу сказать, что, извините, за такие деньги, ну, по крайней мере, мы должны были хотя бы в каком-то направлении продвинуться. Я вам хочу сказать, что я тут наблюдал и был в Барселоне, у них две недели назад выбирали мэра Барселоны. Понятно, что выбирали не депутаты и не альгархические структуры, а население города Барселоны. А это выборы были? Прямые выборы, конечно. Избирательные участия? Да, да, конечно, прямые выборы. Во всех нормальных городах и странах вообще прямые выборы, на самом деле. Значит, выбрали 42-летнюю женщину, значит, то, как бы она победила, она написала целый список то, что она, как бы, обязалась делать за ближайшие пять лет, пока она будет мэром города Барселоны, то вот больше всего меня поразила зарплата. То вот, представляете, город Барселона, портовый громаднейший город, да, совершенно богатый. Это часть Каталонии, это фактически донор, да. Значит, то вот зарплата прошлого, который ушел мэра, она в наши деньги перевожу, была 180 тысяч рублей. Да, Барселоны, конечно, 180 тысяч рублей. У нас, Владимир Васильевич, за 200 перевалил. Значит, видимо, похоже чем-то с Барселоны по доходам, значит. И при этом новый мэр сказал, что она будет работать за 120 до той поры, пока она не выполнит все те обязательства, которые она взяла. То вот представьте себе, слушатели, что такое, там, город Киров со своим бюджетом и со своим возможностями, да, и город Барселона, и какие порядок цифр и зарплат у тех людей, которые выполняют те функции, которые им доверило население. То, в общем-то, вот вам и эффективность, и коэффициент рабочий. То я думаю, что если бы мы даже сегодня Владимиру Васильевичу платили миллион в месяц, я думаю, что точечная застройка как была, так и находилась. Ничего бы это не изменило. И точно так же, и парки бы точно так же резали. То мы сегодня платим вроде бы совершенно там разумные большие деньги, многие коммерческие компании не платят своим топ-менеджерам такие деньги, а эффективности-то никакой нет. Понятно, что на бумаге, там, в газетах и на телевизоре можно что угодно. Но мы же все живем в этом городе, мы видим все, что происходит. Про точечную застройку мы, конечно, уже продолжим после рекламы, но вот перед рекламой я хотел все-таки вернуться к Парку Победы и спросить, но ведь участок-то уже продан? И, собственно, все, пути-то назад нет? Смотрите, там на самом деле один участок, где кинотеатр «Восток», он был продан через аукцион, там уже как бы есть процедура, что там уже есть собственник. Произошла передача в апреле месяце, по-моему, 30-го числа, как раз перед 70-летием Победы, празднованием того участка, о котором мы сейчас говорим, 4 с лишним гектара. Значит, ну, понятно, что фактически все процедуры произведены, да, но есть очень большой вопрос, насколько как бы это все законно, по одной простой причине. Значит, участок, который в 2012 году по выписке из единого государственного реестра недвижимого имущества там был оценен 155 миллионов, это в 2012 году, в 2013. В 2014 году он уже 51 миллион, да, а в 2015 мы продали за 363 тысячи рублей. 363 тысячи рублей 4 гектара в парковой зоне подстроительства, да, фактически. 338 тысяч звучало. Ну, там, по-моему, 20, ну, не суть, да, меньше материнского капитала, как мы уже это обсуждали, да. То самое интересное, что когда ребята начали смотреть, кому был продан, там все нашли организацию, это завод охотничества и оборудования, а застройщикам этого участка будет являться ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс». И вот самое интересное, что когда ребята посмотрели, что это из себя представляет за структура, которая была... Какая учредительная? Ну, сначала мы посмотрели, в каком году она вообще была организована. Она была организована, по-моему, 9 апреля, 9 ноября 2014 года, вот буквально недавно, да. Значит, а в учредителях у ней оказался человек, похожий на сына Владимира Васильевича Быкова, это Быков Игорь Владимирович, который владеет и является учредителем 15%. Какая-то очень странная ситуация. Может быть, конечно, это однофамилия, может быть, это какой-то там дальний родственник, но, по крайней мере, какие-то очень схожие как бы и фамилии, и отчество. Да, и нас это всех очень поразило, то получается, что за такие совершенно небольшие деньги было продано 4 гектара земли в парковой зоне, фактически, а я так думаю, что вернее всего, что так и есть, своему сыну, который будет заниматься застройкой этого объекта. И вот это и, на Ваш взгляд, должно являться основанием для... И это, я считаю, должно вообще являться основанием, я не понимаю, почему до сегодняшнего дня ни губернатор, ни главный федеральный инспектор, вообще никто, кто отвечает за какую-то там ситуацию в Кировской области, не прокомментировал ту ситуацию, которая сложилась вокруг Парка Побед. Там реально видна система, когда идет вывод земли, потом ее обесценивание, и продажа совершенно за смешные какие-то деньги 4 гектар земли. При этом все говорят, что там какой-то пустырь, и это не Парк Победы. Но это полная ложь, потому что в 2012 году городские депутаты как раз из парковой зоны переводили часть парка совершенно в другие земли для сооружения. В деловой застанции. Да, да. То если бы это не было парка, тогда что вы-то, ребята, переводили-то? Ну, вот как раз вот этот лозунг «врать до последнего», он как раз присутствует сегодня кругом и везде. Но самое печальное, что я думаю, что, наверное, те люди, которые постоянно врут, они заблуждаются, что кировчане такие все идиоты. Я знаю своих земляков, они реально не идиоты. И в том смысле, что мы сегодня обсуждаем, на самом деле уже проблему не только вырубки парков и скверов в городе Кирове и точечной застройке, которая, в общем-то, рано или поздно еще не показала себя в том формате, который она покажет. Вот через 3-5 лет мы увидим, что произошло с точечной застройкой, и на каждом доме можем ставить табличку и писать. Это памятник от Владимира Васильевича Быкова, Кировчана. Да, вот все, что сегодня происходит в точечной застройке, это памятники его правления. Давайте продолжим, все-таки прервемся на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение депутата Законсобрания Кировской области Дмитрия Русских. Реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк Хлынов. Особое мнение на 101FM. И сегодня это особое мнение Дмитрия Русских, депутата Законсобрания Кировской области. Про точечную застройку, да, хотелось бы тоже пройтись. Вот очередной скандал, очередная бомба. Казанская, 24, да. Огромное количество уже комментариев и фотографии есть. Стройка-то уже идет. Да, стройка уже идет. Напомню, что это исторический центр города, 11-этажный дом. При всем, при том, что не была археологическая разведка проведена, департамент культуры высказал свое неудовлетворение. В общем, масса-масса нарушений. Ну, вы знаете, у нас же городская власть живет по закону такому. Друзьям все, врагам закон. То в данном случае понятно, что они все прекрасно понимают. И я вам больше скажу, что мы в том году принимали закон законодательного собрания Кировской области как раз об исторической части и города, в том числе, и Кирова. И я уверен, что вот эта часть как раз и подходила под историческую часть, потому что мы видим, что там все дома фактически на этой линии, где набережная, не выше четвертого этажа. И то, что сегодня такое принято решение, это еще раз говорит о том, что самое, наверное, облагороженное красивое место набережной тоже попадает под трейдерский захват. Потому что я считаю, что вот такая свечка девятиэтажного дома, она, конечно, не украсит нашу набережную. И мы все говорим о том, что, в общем-то, все-таки у города должен быть присущ какая-то стратегия и архитектурный план. Понятно, что наш главный архитектор, извините, я уж, наверное, сегодня икает, Владимир Быков, Васильевич Быков, он главный архитектор у нас тоже, он определяет сегодня, к сожалению, как должен выглядеть город Киров. Но как я смотрю на то, что он делает, я вам хочу сказать, что мы уже начали говорить, что через 2-3 года, когда все объекты его архитектуры будут закончены, это вот и большой дом, вот сейчас угол Октябрьского и Московского, где был Алая паруса, и если вы заедете там на улицу, сейчас скажу, значит, у нас Каролипнихта, где напротив 10-й школы строится громаднейший дом, да, и вот таких точек у нас по городу очень много, точечные застройки, где строятся на совершенно небольшом клочке громаднейшие дома, это рано или поздно приведет к тому, что там парализуют все движение, и по улицам, по нашим, люди не смогут ездить. И это на самом деле так, потому что в любой нормальном городе все вещи просчитываются, начиная от торговых площадей и заканчивая возможностью там транспортных развязок. В нашем городе-то ничего нет. У нас сегодня власть живет одним днем. Сегодня прожили, а завтра ходит всемирный поток. То в данном случае такое ощущение, что у них скоро наступит последний день Помпеи. И то, что происходит на Казанской, это все одна и та же история на самом деле. И я бы хотел сказать, что если бы администрация города и глава города не определяли бы такую хаотичную застройку, ни один бы строитель ее не стал делать. Ведь все это происходит с полного согласия сегодня городских властей. Но ведь они должны определять сегодня будущее нашего города и как он будет развиваться в плане и транспортной развязки, и инфраструктуры, и коммуникации. Вы же прекрасно понимаете, что мы сегодня обсуждали там вопрос и воды, и вопрос там коммунальных сетей. Мы тоже должны говорить о том, что у нас износ там почти 70% уже. И рано или поздно эта бомба взорвется. Да, хотел задать вам этот вопрос как раз. То об этом никто не думает. Понимаете, при всем при этом мы там четко говорим о том, что, в общем-то, сегодня, по большому счету, ничего, как бы, то, что нужно было делать для будущих поколений, для развития города, последние там 5, 6, 7, 8 лет ничего не делается. А хотя и бюджет таких хороших годов, там, и 11, 12, 13, давал возможность нам очень сильно расширяться. Вы посмотрите на наши соседи. Там, Марийская республика, Удмуртия, там, Казань. Мы же видим, что, в принципе, за эти хорошие годы, когда там нефть была высокая, и федеральный бюджет помогал, и областные бюджеты, и региональные, местные бюджеты были более-менее понятны, можно было двигаться в этом направлении. Вы не забывайте, что, в общем-то, за последние 3-4 года город очень много продал имущество, да, и любой бы нормальный человек, который бы был хозяйственником, он бы планировал эти деньги, которые пришли от имущества, переложить в имущество. Как раз вот этот формат переклада, допустим, в школы, в больницы, ладно, сейчас областной бюджет, в садики, там, в спортивные школы, ну, во всю инфраструктуру города, оно было бы, там, разумным. Допустим, ты продаешь коммерческую, там, недвижимость, там, по реальной коммерческой цене, получаешь в бюджет города, там, дополнительные средства в виде продажи, и их тут же вкладываешь в инфраструктуру города для того, чтобы кировщане были довольны, то, что они продали магазины, которые тоже считают, что не нужны городской администрации. Но эти деньги должны были перекатиться именно в создание новой инфраструктуры 21 века. Они говорят, что нужно латать дыры, на это направлять. А дыры-то они свои латают, а не наши. То, понимаете, тут можно, сколько можно дискутировать, но я вам хочу сказать, что это слова я не беру с потолка. Примерно ведь с гораздо меньшими бюджетами и Ишкарла строилась. И сегодня посмотрите на Ишкарлу. Ну, понятно, что сейчас скажут, что Казань, там, большой город, там, и там, другой бюджет. Ну, конечно, можно на что угодно это. Но если подходить с хозяйским подходом, можно было бы потихоньку, помаленьку двигаться в этом направлении. И город должен был быть не таким, как он сегодня находится, в таком состоянии. И самое страшное, что я очень... мне жалко будущего главу города, который придет после Владимира Васильевича. Я надеюсь, что все равно рано или поздно он придет там, да. Но то, что он будет делать с нашим бюджетом и с нашим хозяйством, у меня вызывают очень большие сомнения, как вообще будет все это работать. Потому что, как бы, территория, получается, на самом деле, выжженной земли. Но если что-то изменять, и изменять коренным образом в лучшую сторону, есть шансы-то еще? Шансы есть всегда, но смотри, Володь, в этом случае мы должны четко понимать, что мы тогда еще отодвигаем там одно или два поколения от комфортной жизни. Понимаете, вот наши родители строили парки для нас, для того, чтобы мы и дедушки, чтобы мы жили и гуляли уже в зеленом и красивом городе, да. И должны были наши дети там и наши внуки в нем гулять. Но то, что сегодня происходит, они же все это вырубят, к примеру, да. И для того, чтобы снова создать эту комфортную среду, нужно было заново все посадить, заново все вырастить. Это еще уйдет 30-40 лет. То мы просто сдвигаем еще в жертву Владимиру Васильевичу, мы отдаем еще часть поколений. Ну, а так и хочется спросить, а когда мы хоть все-таки жить-то по-человечески будем? Вот не на картинке, не на бумаге, а вообще по-человечески. По крайней мере, для того, чтобы наши дети не уезжали, чтобы у нас были красивые и светлые школы и детские сады со спортивными площадками, как, допустим, в этой же Казани или там в любом другом городе. Ну, понимаете, все равно желание как бы двигаться вперед, оно должно присутствовать у всех. Если человек говорит, что он очень патриотичный, да, и с утра до ночи там об этом говорит, то он хотя бы должен как-то это показать и нам доказать, что он патриотичный. Ну, по крайней мере, я лично там патриотизма, кроме как личного, никого больше не вижу. А на ваш взгляд, вот насколько реально в нынешних условиях остановить конкретную стройку, снести незаконно построенные здания, реально этого добиться? Слушайте, ну, это мы снова возвращаемся к вопросу от книжки, которую я читаю, премьер-министр Сингапура Ли Куань Ю, да, который сказал, что побороть коррупцию можно одним способом, да, посадить двух-трех друзей, и все будут знать, за что посадили. Они будут знать, и ты будешь знать, за что их посади. То понятно, что можно все остановить, но это надо принять там мужественное решение, и в данном случае быть очень жестким и твердым, если ты хочешь на самом деле, как Ли Куань Ю из города Кирова, сделать там будущий Сингапур, к примеру. Да, ну, в хорошем смысле, там зеленый, красивый город, экономичный. То с этой точки зрения, конечно, можно сделать все, но для этого нужно принять очень жесткое, мужественное и политическое решение. Понятно, что в сегодняшнем составе никто это принять решение не может, потому что они не самостоятельные эти люди, они в основном, они выбраны из числа депутатов, депутаты, выбраны благодаря определенным коммерческим структурам, но, в общем-то, все как бабка за детку, детка за репку, вот примерно та же самая структура. То, в общем-то, она как бы изначально на сегодняшний день не способна решать те задачи, которые сегодня стоят вообще перед любой городской властью. При этом мы должны четко с вами понимать, что ближайшие там 15, 16, 17 год будут очень тяжелые для бюджета, в том числе и городского. То понятно, что при деньгах-то они плохо управляли всем, а без денег сегодня еще будет все тяжелее этим управлять. То в данном случае я чего и боюсь, что как раз и больше появятся сегодня точные застройки и залезания там на набережные, а в парке и все проще. Потому что денег-то в бюджете уже не будет. Ну что, завершается у нас программа «Особое мнение». И сегодня это «Особое мнение» напомнит Дмитрий Русских, депутат из Государственной Кировской области. Спасибо, до новых встреч. Да, Володя, большое спасибо слушателям. Ну, я хочу сказать, что все в наших руках, это наш город. Ребята, давайте все-таки его защищать, беречь и любить. Спасибо. Спасибо, всего доброго. На 101FM